Солнечная энергия Точнее методы ее превращения в электрическую Возникает отовсюду И совсем недавно в 2014 году В Нидерландах была построена первая в мире Солнечная дорога Благодаря которой можно собирать солнечную энергию И оснащать жилые дома Но Франция в январе поступила еще смелее И заявила о том, что В течение следующих 5 лет планируется Построить 1000 километров солнечных дорог Которые смогут обеспечить энергией 5 миллионов человек Но это еще не все Дело в том, что немецкая компания Су-Мув планирует оснастить солнечными панелями Немецкие дороги А Solar Roadways из Айдаха Получила 3 раунда финансирования От правительства США Для испытания своей технологии Друзья, я пофантазировал на тему того Что бы было, если бы солнечные дороги Появились в Николаеве Предполагаю, что Вскоре после появления этих дорог На этих дорогах бы появились Темные пятна Как и на настоящем солнце И я уверен, что преступники бы Отмазывались посредством того, что Я украл немножко солнышка Для своего солнышка После того, как российским палеонтологам Удалось на севере Якутии Обнаружить тела двух замороженных детенышей Пещерного льва Ученые всего мира Мечтают прикоснуться к этой находке Вот такой вот странный фетиш У ученых всего мира Но на самом деле, друзья, это связано с тем Что впервые в истории Людям удалось найти полностью сохранившиеся тела Этих давно вымерших животных До этого удавалось обнаружить лишь скелетные останки Да и то неполные Команда ученых из Южной Кореи Настолько воодушевилась находкой Что вызвалось клонировать пещерного льва Из образцов кожи и мышечной ткани Полученной от замороженных детенышей Друзья, и я предполагаю, что Скорее всего у них все получится Потому что уже на сегодняшний день Лаборатория, сеульская лаборатория SUAM Поставила на поток клонирование домашних собак Интересно, зачем они это делают Пока непонятно Но тем не менее, я уверен, что Клонировать льва у них получится Потому что на праздничном столе Нужно новое оригинальное блюдо А если поразмыслить Возможно, попытка клонировать Связана с тем, что когда-то клонированная овечка Доли стала реальной проблемой И с ней не может справиться ни одно животное Поэтому придется создавать целого льва Для того, чтобы избавиться от овцы Друзья, не пускайте в свою жизнь овец Будьте львами Ликуйте любителей экстрима Совсем недавно появился скейт с мотором Друзья, то, что сделал изобретатель и гонщик из Словении Миша Эрман вызывает смешанные чувства Во-первых, то, что его зовут Мишан Это уже, собственно, прекрасно На собранном с коллегами инженерами электрическом скейтборде Словенец установил новый мировой рекорд И разогнался на местной взлетной полосе на доске с колесами До скорости 95 км в час Сомнительное изобретение, как по мне Потому что, мне кажется, такое изобретение может использоваться только для эффектных самоубийств Но, тем не менее, если это устройство все-таки войдет в наш быт Мне кажется, что появится совершенно новая ниша Скейтбордисты-нытики А нытиками они будут только потому, что будут жаловаться на цены на 95-й бензин Яйца приняли удар на себя и спасли iPhone 6s Друзья, это не шутка Дело в том, что видеоблогер TechRax продолжает проводить сумасшедшие эксперименты над мобильной техникой На этот раз он решил сбросить с высоты 30 метров смартфон iPhone 6s Предварительно вложив его в самодельный чехол из настоящих куриных яиц Эксперимент делился на две части В первой части эксперимента яйца были сварены вкрутую, а во втором яйца были сырыми И если в первой части устройство упало и на экране осталась всего лишь трещинка То во второй части эксперимента, к сожалению, смартфон приземлился на экран и устройство было уничтожено Друзья, ну что ж, я вам предлагаю посмотреть видео этого эксперимента Вау Два Один Ну и дабы подытожить, я искренне надеюсь, что это видео также посмотрели родители этого видеоблогера И они сделают вывод, что больше не стоит давать ему карманных денег Тем более, негоже портить столько яиц перед Пасхой Друзья, я с большим удовольствием передаю слово своей коллеге Ксении Стужу А сейчас время немножко экстравагантных новостей Интим в законе Министр здравоохранения Швеции Габриэль Викстрем порекомендовал всем громко заниматься сексом Такое заявление он сделал в своем официальном микроблоге в социальной сети Twitter Один из пользователей Twitter пожаловался министру здравоохранения Швеции, что его соседи слишком громко занимаются любовью В связи с этим он предложил запретить шуметь во время половых актов после 22 часов Отвечая на такое предложение, шведский министр отметил, что громко заниматься любовью полезно не только для здоровья Но и для общей сексуальной активности граждан Швеции Как он пояснил, этот процесс благоприятно влияет не только на семейное благополучие, но и на общественное здравоохранение Ну, я даже не знаю, хорошо это или плохо, но как минимум необычно Что ж, следующая новость из мира шоу-бизнеса Анжелина Джоли уволила няню, которая пыталась флиртовать с Брэдом Питтом Источники, приближенные к самому популярному голливудскому семейству Анжелина Джоли и Брэда Питта сообщили американским таблоидам, что на днях актриса распрощалась с одной из нян Энджи застала женщину, когда та флиртовала с ее супругом и не стала ждать развития событий Джоли быстренько выставила нахалку за двери Брэд очень дружелюбно относится к прислуге, однако и он обратил внимание на то, что одна из работниц оказывает ему повышенные знаки внимания Девушка старалась как можно чаще оказываться рядом с законным супругом Анжелины Последней каплей стал эпизод, когда Джоли застала на кухне своего супруга, вышедшего из душа и обмотанного лишь полотенцем И няню, которая мило с ним болтала Актриса больше не сдерживалась и устроила скандал Няне ничего не осталось делать, как быстро собрать вещи и покинуть звездное жилище Бренды из отходов Черные мусорные пакеты, плюшевые мишки, головы кукол, резиновые перчатки и винные опробки Это лишь некоторые материалы, из которых бренд Isagos Extravations создает одежду и аксессуары Впрочем, украинских зрителей, собравшихся на показ, больше всего поразило платье из игрушечных пистолетов Этот наряд дизайнер бренда создала еще два года назад, когда жила в Соединенных Штатах Америки Я делаю не коллекции, а визуальные истории обо всем, что мне не нравится на планете Оружие, загрязнение окружающей среды и так далее, говорит Isagos Я стараюсь проникнуть в мир моды, ведь меня приглашают на недели моды, чтобы рассказать людям, как лучше потреблять различные ресурсы В молодости я была очень застенчивой, и это способ выразить то, что внутри меня без слов Ну и считаю, что каждый имеет право на самовыражение, поэтому это тоже имеет место быть Но все же, когда вы услышите следующую новость, я думаю, вы все-таки убедитесь в том, что мир моды сошел с ума Сумки Valenciaga стали смешным хитом интернета Только ленивый еще не посмеялся над сумками из новой коллекции знаменитого бренда На днях на парижской неделе моды дизайнер Демна Гвасалия представил свою первую коллекцию Которая получила широкую огласку не только благодаря оригинальным нарядам Дизайнер удивил публику необычными полосатыми сумками Судя по реакции в инстаграм, вероятно, модельера вдохновила рыночная мода Таиланда Я не стремлюсь изобретать нечто совершенно новое или делать музейные экспонаты, отметил Гвасалия Для меня важно создавать практичные вещи, которые людям действительно необходимы Ну что ж, в таком случае, я думаю, это все объясняет Ну а я передаю слово своему супер-мегаведущему Артему Алгулу Время спортивных новостей И первыми в наши спортивные новости врываются болельщики английского футбольного клуба Чарльстон Который занимает предпоследнее место во второй футбольной лиге Англии чемпион шипе Все дело в том, что болельщики крайне недовольны результатами команды Вследствие чего провели акцию протеста в формате похорон Все болельщики облачились в черные костюмы и пронесли гроб с символикой клуба до домашней арены футбольного клуба Чарльстон Таким образом выразили недовольство результатами и призвали руководство уйти в отставку Так сказать, если в отставку, то только ногами вперед А полузащитник датского раннер Сайонас Боринг отказывается выступать за свой футбольный клуб Все дело в том, что его собственная жена изменила ему с капитаном этой команды Кристианом Келлером Я, конечно, ни на что не намекаю, но фамилию Боринг с английского можно перевести как скучающий Вот, может быть, и жена немножко заскучала, пока муж находится на постоянных тренировках А капитан вследствие своих лидерских позиций несколько тренировок, так сказать, пропустил Стоит отметить, что пострадавший футболист отказывается выступать за футбольный клуб До тех пор, пока Кристиан Келлер находится в системе клуба Но что-то мне подсказывает, что капитан команды не уйдет Потому что у него есть как минимум еще 9 одноклубников, у которых, соответственно, есть 9 замечательных жен Удачи, Кристиан Препарат Милдранат оказался в центре антидопингового скандала И обрел особенную популярность после того, как соответствующую допинг-пробу провалила известная российская теннисистка Мария Шарапова Все дело в том, что препарат Милдранат был внесен в список запрещенных для приема профессиональными спортсменами препаратов В январе 2016 года уже более двух десятков спортсменов находятся в шаге от дисквалификации Каким образом в любой другой стране отреагировали бы на подобное? Скорее всего, Милдранат был бы запрещен или перестал бы производиться вовсе Но только не в России По прогнозам экспертов, к концу марта продажи Милдраната увеличатся примерно в 2-3 раза Такая вот адекватная реакция на препарат, который решает страну лучших спортсменов Двукратная чемпионка мира по американскому футболу Брэнди Честин завещала свой мозг для исследований После ее смерти ее мозг будет передан в Бостонский университет, где его будут исследовать для улучшений в сфере диагностики сотрясений мозга в спорте Ну что ж, это очень смелое решение, очень взвешенное И возможно, ученые много лет спустя узнают, что никаких сотрясений не было Ведь такие взвешенные решения просто так не принимаются Нападающий Парис Энджермен Златан Ибрагимович в очередной раз заявил, что по окончанию сезона он покинет клуб И единственное, что его сможет удержать в клубе, это если руководство клуба совместно с руководством города заменит Эйфелеву башню на его собственную статую Мне кажется, что эта новость будет интересна футболистам МФК Николаев Дело в том, что постамент после снятия Ленина пустует Так что у вас есть все шансы занять это место Друзья, это были все новости на сегодня Оставайтесь с нами и не вздумайте переключаться Субтитры создавал DimaTorzok